Условное форматирование в excel. Друзья, всем привет! У нас на экране представлена таблица со списком сотрудников, для каждого из которых известна дата рождения. Недавно один из зрителей задал мне вопрос, а можно ли автоматически выделить тех людей, у которых день рождения наступает в текущем месяце. Я записываю этот ролик в мае и вы видите, что в таблице сейчас выделены те, у кого день рождения наступает в пятом месяце. То есть именно в мае. Чтобы убедиться, что выделение происходит автоматически, давайте я в одном случае вместо пятого месяца введу десятый, а во втором случае наоборот. И сразу же, excel снял выделение с одной записи и выделил другую. Как же это работает? Давайте перейдем на новый лист, где есть только исходная таблица. И с нуля настроим, наше условное форматирование. Но прежде всего, давайте разберемся с формулами. Первое, что мы сделаем, это из исходной даты рождения каждого сотрудника выделим только номер месяца. Для этого в ячейке D2 я ввожу формулу равняется месяц, а в скобке ячейка B2. Есть. Растягиваем ячейку D2 до конца таблицы за правый нижний угол. Дальше нам нужно определить сегодняшнюю дату и выделить из нее текущий номер месяца. Для этого в ячейке E2 я ввожу формулу равняется сегодня. Посмотрите, функция вернула нам сегодняшнюю дату и из нее нам нужно извлечь номер месяца. В ячейке F2 вводим равняется месяц, а в скобках E2. Таким образом, с одной стороны мы научились определять текущий месяц, а с другой стороны месяц рождения каждого сотрудника. То есть при форматировании данных таблицы, с помощью правила мы должны проверять условия, чтобы каждое значение из колонки D равнялось значению ячейки F2. И еще один момент. Хотя сейчас наша таблица небольшая, но в будущем список сотрудников может пополняться. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. Я ваши лайки очень-очень люблю. А кто желает принять участие в развитии канала, то на главной странице доступна функция спонсорство. Итак, левой кнопкой мыши я щелкаю по заголовку колонки A. Дальше я нажимаю кнопку Ctrl и, удерживая ее, щелкаю мышкой по ячейке A1. Что в итоге получилось? Мы выделили всю колонку A, за исключением ячейки A1. Это важно. Заголовок таблицы не должен участвовать в условном форматировании. Теперь во вкладке Главное нажимаем кнопку Условное форматирование. Создать правило. Стандартные правила нам не подходят, поэтому выбираем самый нижний пункт Использовать формулу. В строке ниже вводим равняется месяц, скобка открывается, ячейка B2, закрыли скобку, сегодня, открываем скобку и два раза закрываем скобки. Обращаю ваше внимание, что адрес ячейки B2 должен быть введен латинскими символами, без знаков доллара, чтобы Excel мог распространить это правило вниз, на всю таблицу. Дальше кнопка формат, вкладка заливка. Здесь выбираем, каким цветом следует выделить фамилию сотрудника, если дата его рождения совпадает с текущим месяцем. ОК. И еще раз ОК. Работает, посмотрите. А теперь то же самое, выполним для колонки B. Выделяем ее и снимаем выделение с ячейки B1. Далее, кнопка Условное форматирование. Создать правило. Использовать формулу. Ниже вводим то же самое условие. И не забываем нажать кнопку формат, для выбора цвета выделения ячеек. ОК. ОК. Давайте проверим, что данные автоматически обновляются. Изменим в колонке B месяц, сначала для одной даты, а потом для другой. А теперь давайте ниже внесем данные еще об одном сотруднике. Сергеенко Ивана Федоровна. 22.05.1995 года. Есть выделение, посмотрите. Изменим месяц. Выделение снялось. Да, колонки D, E и F изначально были нам нужны, чтобы разобраться с формулами. Но, сейчас их можно удалить. Все будет работать и без них. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Удачи!